здравствуйте на библейском портале экзогет мы продолжаем чтение библейских открывков которые важны для понимания православного опыта и читаются на богослужениях мы говорили прошлый раз о премиях то есть этих отрывках из ветхого совета какие читаются на богородичных праздниках напомню что из книги притчей читаются важный момент и повторю какой именно мы сегодня мы рассмотрим из притчи чтение это из девятой главы книги притчи премудрость построила себе дом вытесала 7 столбов его заколола жертву растворила вино свои и приготовила у себя трапезу послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских кто неразумен обратись сюда и скадоумному она сказала идите ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное оставьте неразумие и живите и ходите путем разума получающий кощунника но живет себе без слави и обличаю через чистивого пятно себе не обличай кощунника чтобы он не возненавидел тебя обличает мудрого и он возлюбит тебя дай наставление мудрому он будет еще мудрее научи правдивого и он примножить знания начала мудрости страх господень и познание святаго разум потому что через меня умножатся дни твои и прибавится тебе лета жизни вот это место она достаточно того чтобы рассмотреть в отдельных строчках из книги притчи которая книга притчи она может быть подобна другим книгам мудрости которые существовали восточных восточных народов потому что каждое государство каждая власть которая как-то должна себя обеспечить идеологическим каким-то таким идейным так сказать программным таким основанием убеждением народа каждый такая государственная парадка скажем нуждался в неком сонами советников царевых людей так сказать которыми были вот эти мудрецы это могли быть маги как скажем говорится о волхвах египетских или это могли быть старейшины народа это могли быть жрецы из на такие священных традиций и просто мудрые люди которых так сказать опыт жизненный и понимание общественной как-то ситуации морали общественный поддерживал власть и так сказать организовывал общественную идеологию и мораль вот в частности прочитываем отрывки мы можем заметить именно такие строчки действительно как бы афоризмы ну афоризмы которые учат людей как на самом деле жить не обличай кощунника чтобы он не вознаномил тебя обличай мудрого и он возлюбит тебя для наставления мудрому он будет еще мудрее научи правдивого и он примножит знания и правда ли это не столько религиозный имеет смысл вот эти строчки как такое действительно глубокая житейская мудрость бессмысленно так грубо говоря учить дурака потому что он плохо поймет время потратишь да еще не не дай бог он против тебя это свое плохо понятое знание направит учи того кто может учиться дай наставление как сказано правдивому до человек склонный к правдивости если ошибся от нашего наставления образумится и станет мудрее а человек неразумный мало способен измениться вот такого рода премудрости содержится в книге притчи и фиги премудрости соломоновой в книге из иисуса и сына сирахова такого рода доводы приводили скажем и у его друзья вот это вот книга премудрости вообще да книга премудрости соломонова как она озаглавлена в библии потому так озаглавлено что такого рода сборники должны были как-то быть поддержаны авторитетом ну наиболее знаменитого и уважаемого автора скажем были владыки и собирались они во время укрепления монархи в классическая монархия это времена во времена соломона поэтому сборник мудрых мыслей заглавливают относя к традиции царя соломона так вот это несколько книг библии можно отнести к традиции премудрости премудрость или как по-еврейски это звучит хохма это не в начале сборники не имеющие прямо повторять религиозного значения а именно обеспечивающие так некоторые какой-то багаж полезных мыслей для государственного управления и общественные общественной организованности но во времена тяжкие для народа когда все серьезное важное что было пережить народом и записано надо было как-то объединить в текст и придать и вчитаться уже более ответственно собранные богатство эти мудрости в это время как скажем во время бобилонского плена это конец 6 века до нашей эры приобрели эти эти тексты уже религиозное значение значение откровения о судьбах народа в глазах божьих и тогда премудрость это уже не просто качество которым обладают вот так называемые мудрецы ху как хокомим но это даже так сказать олицетворенная некая личность которая заявляет о себе и вот тут именно в таком смысле этот прочитанный отрывок не напрасно читается боговичные дни а именно мы как-то сами это уже обсуждали приму премудростью которая участвовала в творении мира мы в ней мы видим творящее слово божье то есть сына божьего христа иисуса о нем как о явлении премудрости говорит откровение и когда говорится построила себе дом вытесала семь столбов заколола жертву растворила вино свое и приготовила у себя трапезу послала слуг своих предпровозгласить с возвышенности городских кто неразумен обратись сюда тут мы уже слышим просто евангельские слова о пире на который пир господин созывает народ и потом такое вывод много званых и мало избранных на этот пир сына должны собраться те кому предназначено быть в единстве господином вернее сказать господом с богом на пир сына божьего на брачный пир на трапезу которую мы с вами совершаем как евкаристическое таинство вот в конечном счете куда так сказать возносятся эти слова и стало быть если дом премудрости о котором же говорится это символ богородицы то понятно что она имеющая в себе носить сына божьего становится домом премудрости если так говорить о них как олицетворенном личности то есть христа спасителя конечно это толкование которое становится важно и выразительно уже только через опыт церкви надо сказать весь опыт переданный ветхозаветном откровении он содержит опыт пути спасения поэтому наше применение отрывков ветхого завета церковной службе наше истолкование строчек из ветхого завета как свидетельство о христе оно не случайно и отнюдь не натянута это именно узнавание того смысла который самого начала заложен в откровении бога людям если это откровение указывает путь то она в конечном счете самим самой целью пути и объяснима то есть цель пути бросает свет на все этапы пути цель события объясняет значение тех или иных этапов этого длительного события если бы история имела значение только для того чтобы повторяться и не имела бы никакой цели то конечно мы не могли бы интерпретировать в новозаветном смысле слова ветхого завета на весь ветхий завет очень целенаправлен самого начала когда авраам получает указание от бога идти самого вот этого путешествия израильтян из египетского плена в землю обетованную когда-то давно еще обетованную его предком авраам и исааку и аку то обетование которое бог возвращает повторяется его народу даже в дни плена когда казалось бы все исчезло нет ни иерусалима ни храма но пророки возвращают народ к на этот путь который ему предстоит идти далее и так поскольку весь ветхозаветный опыт это опыт пути то бросить свет новозаветного откровения на этапы этого пути вполне необходимо и только так и следует понимать эти этапы и так в книге притчей когда говорится о премудрости которая была при творении мира это как в другом месте говорится об этом мы еще прочитаем это которое есть явление бога среди людей вот под премудростью подразумевалось присутствие бога среди людей как присутствие бога среди своих в его славе шикини над ковчегом завета пространстве между херувилами которые осеняли собой ковчег завета куда не должен был войти даже первосвященник потому что там присутствовала слава господня присутствовал сам бог бог присутствует среди своих в другом месте по поводу скажем праздника ведением охраны божьей матери мы читаем отрывок в котором говорится о скинии завета в которой присутствует будет слава господня и вот это вот присутствие славы господни со своим народом к чему оно если народ этот не имеет цели присутствие славы оно такой степени конкретно что оказывается присутствием бога младенца в утробе конкретной девы и рождение его какое предвосвящается каждым моментом прославления Марии означает исполнение тех ожиданий какие народ фиксировал передавал во всех текстах своего ветхозаветного опыта вот таким образом книга притчи в данном случае примененная к празднику Богородицы она не просто набор мудрых мыслей нужны для так сказать организации общества это указание на ожидаемую народом цель его пути напомню слово путь нам сейчас приходится произносить как сам Христос говорит о себе я есть путь истина и жизнь вот ориентир который изначало есть в жизни избранного народа до следующих встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео до сих пор